Заметки электрика А вот необходимо срочно определить, например, в той же розетке, где находится фаза и где находится ноль Естественно, что у меня сразу возникла мысль снять по этому поводу отдельный поясняющий видеоролик Сделать это с помощью однополюсного указателя или индикатора напряжения проще всего Вот мы сюда подключаем, здесь у нас фаза, здесь у нас соответственно ноль Все просто и понятно Ну, это все замечательно и удобно, когда данный индикатор у нас есть в наличии Если он отсутствует или, например, вышел из строя, то ничего страшного Определить фазу и ноль можно с помощью обычного мультиметра Я покажу на примере своего мультиметра АПА-97 У вас может быть другой мультиметр, но в сути это не меняет В общем, главное выставить режим переменного напряжения Вот я выставил режим, вот переменное напряжение У меня здесь мультиметр автоматически определяет пределы напряжения Поэтому у меня здесь всего лишь один выбор А у других мультиметров имеются еще пределы То есть имеется там предел 20, 200, 700, 1000 вольт То есть выставляете на максимальный необходимый предел На максимальный имеющийся предел Есть у вас предел там 600 вольт Вот на 600 вольт выставили переменного напряжения И все, этого достаточно Здесь главное не перепутать и не включите режим измерения тока Иначе будет очень и очень плохо Только режим измерения напряжения Будьте здесь очень внимательны Дальше берем мультиметр Вот у меня два щупа Один щуп я сзади зафиксировал для удобства А второй у меня находится вот черный в руке Вот черный щуп, видите, я его беру пальцами А вторым щупом проверяю нашу розетку Вот вставляю, допустим, в первое гнездо розетки У нас здесь 0,49, 0,5 вольт То есть если у нас значение мультиметр показывает От 0 до 2, до 4, ну до 6 вольт То это у нас, соответственно, 0 Так, включаем другую И смотрим Мультиметр показывает 135 вольт В этом случае, если у нас мультиметр показывает 60, 100, 150, 200 вольт То, соответственно, это у нас фаза Ну, ранее я уже показывал, что это фаза, это 0 То есть все, вот это держим в руке Еще раз показываю Проявляем Здесь у нас 0,42, 0,43 Это 0 И это у нас, соответственно, фаза 136 вольт Сразу предупреждаю, что бояться здесь не нужно Током вас не ударит То есть он имеет большое входное внутреннее сопротивление Порядка 10 мегаом А токи получаются здесь сотые доли милиампер Даже не просто милиампер, а сотые доли милиампер Кстати, из-за разности Вот этого входного внутреннего сопротивления мультиметров Данные значения могут быть разными Я поэтому и говорил, что может быть у какого-то мультиметра 60 вольт У какого-то 150 вольт показывает И даже 200 Это все зависит уже от конкретной модели мультиметра Но не суть важна Проверять данные способы можно любым подобным мультиметром Но данный способ применяется в том случае Когда у нас используется в электроустановке старая система заземления ТНС То есть имеется только фаза и 0 без ПЕ-проводника Если же у нас в более современной системе ТНС, например Как вот в данном случае есть и нулевая шина, и шина ПЕ Вот здесь вот не видно, вон она находится То, то есть вот к розетке у нас приходит еще ПЕ-проводник То определить фазу и 0 еще проще На данном же пределе мы включаемся в один вывод в розетке И проверяем по отношению к ПЕ-проводнику Видите? 0,05 вольт Значит это 0 Включается другой, второй вывод Проверяем по отношению ПЕ-проводника 229 вольт Соответственно справа у нас находится фаза Заодно расскажу, коль уже начал То аналогичным образом можно проверить То есть можно определить фазу или 0 С помощью двухполюсного указателя напряжения Мы вставляем один щуп в розетку Замыкаем пальцем второй щуп Видите, загорается Все это у нас фаза Меняем Ничего нет Вот еще раз покажу фазу Вот у нас фаза То есть все аналогичным образом Либо Допустим по отношению к ПЕ-проводнику Вставили в один вывод розетки Вот проверяем Здесь у нас фаза По отношению к ПЕ Здесь у нас Ничего не горит Соответственно Левое гнездо розетки Это у нас 0 Все легко и просто Это кстати у нас двухполюсный указатель УННЕ 10К Помимо стандартных двухполюсных указателей Имеются уже более современные указатели Напряжения В том числе с отдельной функцией Определения фазы На данный момент Мы используем Указатели Двухполюсные указатели ЭЛИН 1С3 То есть вот Это у нас Грит первый индикатор 110 Второй 220 Символизирует о том Что здесь имеется Полноценное напряжение 220 вольт Как с помощью данного указателя Можно определить фазу Запросто Вставляем один щуп в розетку Вторым нажимаем специальную Здесь вот есть контактная площадка Нажимаем и смотрим Вот этот индикатор Индикатор у нас не горит Переставляем щуп Нажимаем контактную площадку Видите Горит То есть это специальный двухполюсный указатель Который Имеет отдельную функцию Определения фазы Без замыкания пальцами Непосредственно самого щупа В общем вот такое получилось видео О том как определить фазу и ноль С помощью мультиметра А также с помощью двухполюсных указателей напряжения Кому понравилось видео Обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Если есть какие-то вопросы Спрашивайте обязательно об этом в комментариях Ну с вами как всегда был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч До новых встреч